Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». Я Татьяна Андреева, здравствуйте. В начале выпуска о коммунальной беде, с которой столкнулись жители поселка Машзавода. Пожар, вспыхнувший в их доме еще в конце января, до сих пор служит жутким напоминанием несчастья для людей. Жизнь в таких условиях они считают невыносимой, убедилась в этом и наш корреспондент Дарья Гребнева в эфире рубрика «Коммуналка». Пожар начался вот в этой квартире. Здесь, по словам Нины Сарапуловой, ее хозяин хранил бензин. Именно поэтому пламя быстро охватило квартиру и подъезд. После страшного вечера прошло уже два месяца. Однако для живущих здесь это было как будто вчера. На первом этаже сгорели все трубы. У людей, которые были, вода проходила, было пластиковое, все расплавилось. На втором этаже у нас пожарники вырезали квадраты. И нам сказали, через каждый час, пожалуйста, ночью выходите и смотрите. Вот сейчас даже зайдете, у нас даже слышно, что до сих пор пахнет горью. Для украшения огня пожарные вскрыли полы и залили деревянное перекрытие водой. Поэтому на втором этаже сейчас доступ к общему водопроводу опасен. Есть риск провалиться вниз. А жители жалуются, что управдом бездействуют. Ведь, по их словам, за все время его работники поменяли лишь проводку и восстановили в подъезде свет. Ну вот эти вот ямы, которые пожарники вырезали на втором этаже. Конечно, их заделать надо, потому что нам не пол не помыть. Вот у нас каждый месяц мы, ну и внизу тоже, да и стены надо немножко белее сделать. Двери, которые там внизу сгорели, тоже их надо поменять. Чтобы как-то все равно жильем пахло, но не таким, извините меня. У управляющей компании своя правда. Жильцы дома сдал жалюка больше 50 тысяч рублей. Ведь платит за содержание жилья лишь половина проживающих. Эти деньги, конечно, не покрывают расходы за услуги компании. Согласно смете, работы по ремонту общедомового имущества обойдутся жильцам в 133 тысячи рублей. Причем начать восстановление подъезда коммунальщики могут и на условиях рассрочки платежа. Но только если текущая задолженность будет полностью погашена. Сейчас дело за самими жильцами. Собственники дома должны собрать общее собрание жильцов, на котором определить объемы работ для выполнения то, что они хотят видеть, скажем так, в первую очередь. На этом общем собрании определяют, либо это ремонт крыши, либо это ремонт отмозки, либо это внутренние какие-то работы. И уже в дальнейшем предъявляем сумму к оплате, которую выставляем в квитанциях отдельной статьей по ремонту содержания. Это при условии, если собственник согласовывает нам все объемы и цены. Это его право, это его обязанность. Подведем итог. Дата начала ремонта целиком зависит от должников, их сознательности и сплоченности. И от того, как быстро отреагируют жители и определятся, каким образом они будут оплачивать ремонт, зависит то, как скоро в их подъезде настанет чистота и порядок. Дарья Грибнева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова